Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И вы знаете, не хотела я делать отдельно рубрику по комментариям. Да, я читала, ребят, комментарии, читала, как огрызались там и Титова, да. И мне иногда кажется, что Титова это и есть сама Уралочка. Потом еще одна там есть дамочка, которая просто на каждый коммент негативно реагировала, то бишь прям бросалась. Да, ребят, на это все дело смешно смотреть, потому что, ну, такое чувство, что даже вопрос, элементарный вопрос вполне нормальный, задать там просто-напросто нельзя. Не положено, да, можно писать только, да, хвалебные оды, да, советы какие-то такие, знаете, позитивные давать. Но никак не задавать вопросы, а про критику я вообще молчу. Даже если это конструктивная критика и положительная критика, ни в коем случае, ни в коем случае. Но один коммент мне попался настолько классный, ребят, настолько вот стопроцентный, что я просто-напросто согласна с каждым словом этого человека, который написал этот комментарий. Я просто не смогла, чтобы не поделиться с вами. Давайте прочитаем с вами вместе. Пишет Оля. Что же вы так реагируете на негативные комменты? Ни один месяц вы выставляете свою жизнь на показ. Ваша жизнь как есть. Ольга, ваши слова. И с таким гневом аж искры из глаз реагируете. Если человек уверен в своей правоте, ему доставляют удовольствие то, что предоставляет публике. Он не будет так реагировать на мнение. А оно, как все люди, разное. Вывод – значит, человек в чём-то лукавит, и его это нервирует. А насчёт яблони – так от здоровой яблони не бывает гнилых яблок. Так прежде чем обвинять других, покопайтесь в себе. Ребят, вот насколько просто в точку, слово в слово я просто согласна на все сто процентов. Ведь вот правда, ребят, они же уже не один месяц выкладывают видеоролики и выставили свою жизнь на показ. Но если человек считает, что он прав на все сто процентов, то он не будет реагировать тогда то, что там сказали, то, что там написали. А если кругом, ребят, одно сплошное враньё, и этим враньём тебя обличают, конечно же, конечно же, человек будет нервничать. Значит, чувствует, чувствует, что враньё раскрывается, да, и люди видят всё это, и лукавство, да, и враньё бесконечное. Ребят, ну на вранье мы уже сто раз ловили уралочку, ну правда же. Да элементарно даже в этом мукбанке. Сафарчик любит вот всё жареное, да, жареное, жирное, а якобы уралочка у нас не ест жареное. Целую тарелку рыбы нажарила, и Сафар рыбу не ест. Да, говорит, парочку съем. А остальное куда? Вот опять же враньё, опять же лукавит. Да и во многом, любой видеоролик, если взять, везде можно найти обман и вот это вот лицемерие, ребят. Ну, видно. И поэтому она нервничает, поэтому она так реагирует, поэтому её колбасит от этого. Ну, раз выложила на всеобщее обозрение свою простую жизнь, да, всю обычную простую, да, как есть, да, то будь добра, слушай людей мненье. Ну, а если не хочешь слушать мненье, ну тогда не продолжай вести канал, либо закрывай комментарии напрочь, чтобы люди не высказывались. Но это невыгодно. Выгодны только дали заблюдные комментарии, чтобы только хвалили, хвалили и хвалили. Но такого действительно, ребят, такого не может быть. Мы люди разные, и мнения у людей разные. Кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то видит враньё, кто-то верит просто, да, будут обманывать человека вот напрямую. Но человек просто будет верить наивный. И сколько людей, столько и мнений. Так же, как и я всегда говорю, что я своё мнение никому не навязываю. Потому что, ну, каждый может иметь своё мнение. Зачастую люди пишут, да, своё мнение. И совершенно не такое, как моё. И, в принципе, это нормально. И есть комментарии, в которых нет никаких оскорблений. А просто люди высказывают своё мнение. Вот относительно еды. Ну, что в этом плохого? Ну, а относительно яблоней действительно так и есть. Не бывает у яблоней гнилых яблок. И, да, прежде чем кого-то обвинять, да, то надо покопаться в себе. Сидит сама же, оскорбляет других, называет, как она называет? Вишни бродами, да. И потом же она хочет, чтобы никто ничего на неё не говорил. Да, ребят, сидит и оскорбляет. И это уже не в первый раз, ребят. Это зачастую мы уже привыкли слышать эти оскорбления. Уже и правда, ребят, после того, что натворили в новогоднюю ночь, уже бы сидели тише воды ниже травы, да. Но нет. Теперь, оказывается, когда люди им пишут про зигаванье, они говорят, верьте побольше сплетням. Вот так вот. Оказывается, зигаванье, да, то, что на Новый год произошло, это сплетни, да, мы сочинили. И когда мне, ребят, такое пишут, да, я всегда отправляю на видеоролик Ольги Уралочки лайв обращение к нашим подписчикам, где они сами рассказывают о том, что произошло в новогоднюю ночь. Ну, а почитав комментарии, становится понятно, да, что же произошло и как люди на всё это отреагировали. И правда, вот мне пишут, да, что не может быть, чтобы был такой огромный интерес к каналу Ольга Уралочка лайв и столько подписчиков, да, и столько просмотров, ведь достаточно много есть интересных каналов, познавательных, кулинарных, да, и просто влоговых, чтобы вот такой интерес был именно к этой парочке. Конечно же, ребят, я более чем уверена, что накрутки были. В общем, мои хорошие, напишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я, прежде чем с вами попрощаться, как всегда, желаю каждому из вас наипрекраснейшего настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok